Добрый вечер, это Сергей Медведев, программа «Археология-2104» в Москве. И начну я с таких археологических воспоминаний детства. Вырос я на окраине оврага. Ну, недалеко это от центра Москвы было, там сейчас Третье кольцо шумит. Это угол пересечения Кутулского проспекта и окружной железной дороги. Был там такой заброшенный овраг, там было в том числе разрушено еврейское кладбище. Мы всегда детьми интересовались, что там за могила с какими-то странными иероглифами. Это было еврейское кладбище. И каждую весну, как только сходил снег, как только обнажалась сухая трава, мы с моими школьными друзьями, одноклассниками, сколько нам было, 7-8 лет, выходили, находили палки, находили пробки от портвейна, которых было в большом количестве, конечно, кругом разбросано. Разводили маленький костерок, плавили, плавили эти пробки от портвейна. И начинали поджигать сухую траву. И трава так тихонечко горела, появлялись такие проплешины, и мы, довольные, потом расходились домой, считая, что помогли весне. Помогли, значит, росту молодой зеленой травки, прогрели землю. Знал ли я тогда, энное количество лет назад, что вот сейчас, в 2000-х годах, эта самая практика, эта процедура превратится в катастрофу национального масштаба? Палы травы в России действительно приобрели абсолютно катастрофический характер в 2000-е годы. И сейчас, несмотря на то, что у нас за окном в центральной полосе России пока холодно, на юге уже горят тростники, уже горит трава. И, мне кажется, сейчас все равно весна неизбежна, да, как гибель капитализма. Весна придет там середина апреля, конец апреля, на Пасху как раз, на майские праздники. Все равно заполыхает трава и заполыхает в Москве. И вот, собственно, почему люди жгут траву? Чем это чревато? И что нам с этим делать? Решили мы поговорить с нашими сегодняшними гостями. Оба они представляют Greenpeace. Это Алексей Ярошенко, руководитель лесной программы. Добрый вечер, Алексей. Здравствуйте. И Григорий Куксин, руководитель противопожарной программы. Добрый вечер. Ну вот, так что скажите, что уже в этом году горит где-то? Горит, горит. Уже горит Калининградская область очень сильно. Так что там были даже серьезные аварии на дорогах из-за задымления. То есть видимость местами была 25 метров из-за дыма травы. Горел Северный Кавказ. Сейчас там чуть-чуть улучшилась ситуация из-за погоды. Но есть уже сгоревший поселок в Северной Осетии. То есть сгорело 4 жилых дома. Один многоквартирный из них и одно брошенное общежитие. Было уже по официальной статистике 10 лесных пожаров, вызванных горящей травой. Вот сейчас сильно горела Нижняя Волга. Дельта Кубани, очень ценная природная территория. Появились первые пожары на юге Приморского края. Так что горит уже изрядно. Ну да, и ожидаете, видимо, то же самое в Москве, в московском регионе по мере схода снега. Да, да. То есть к концу апреля к майским праздникам волна травяных палов дойдет до средней полосы. Причем год опасный, потому что весна поздняя, а бурьяна много из-за влажного лета прошлого года. И волна травяных палов может к нам подойтись как раз к майским праздникам, когда будет очень много не всегда трезвых, не всегда адекватных поджигателей. Ну да, коллективный выезд людей на шашлыки, соответствующий этому поведению. Слушайте, вот я так смотрю, год за годом читаю, гляжу статистику, какая-то просто абсурдная картина. Люди систематически поджигают собственную среду обитания. Не знаю, ну там через пару лет люди просто дома собственные что ли поджигать начнут. Вот такое какое-то ощущение складывается. Почему это? И почему это вот именно в последние годы? Ну когда вот я говорю, я был школьником, но мы там по дурости действительно сейчас, я понимаю, какие были дураки, полили травку. Ну не было такого. Ну чуть-чуть мы там выжгли там 10 квадратных метров где-нибудь. Вот на пустырях. Не было таких палов. Сейчас едешь, я не знаю, там на машине по Московской области тоже гектары. И гектары просто горелых пустошей. Ну, к сожалению, именно так. И действительно, причины есть разные. Причины в первую очередь, наверное, изначально экономические. То есть упадок в сельском хозяйстве, большое количество брошенных земель, которые не востребованы, не используются в хозяйстве. И где-то пытаются имитировать использование земли для того, чтобы ее не отобрали. И выжженное поле, когда зарастает зеленой травой, выглядит как обработанное, как не брошенное. Где-то технологически пытаются сэкономить на топливе, на рабочем времени. И вместо того, чтобы запахивать, возвращать органику в почву, пытаются самым дешевым способом по цене спичек от нее избавиться. Где-то стали невостребованы, ну практически везде стали невостребованы сухие остатки солома, которая раньше шла и на подстилку, и на корма. Поэтому получается, что горючих материалов накапливается огромное количество, накапливается именно вблизи населенных пунктов, именно там, где самые удобные когда-то востребованные сельскохозяйственные угодья были. И, к сожалению, это тянет за собой вот эта волна таких хозяйственных, как бы, по назначению поджогов. Хотя современные технологии хозяйства не предполагают использование огня. Это в основном, но это от бедности и от глупости. Это где-нибудь в мире еще такое есть, Григорий? Есть бедные страны, которые... Я думаю, что бедные страны есть, но которые палят траву. В Европе такое... В Европе нет. Есть традиция поджогов в Северной Америке, где фермеров тоже сейчас разные организации, правда, в основном государственные организации, пытаются отучить от поджогов травы, показывая, что гораздо выгоднее эту органику возвращать в почву, что это вредит здоровью людей, которые живут на этой местности. Какая-то мифология, по-моему, есть, что типа степи, прерия, они должны, так сказать, либо их скот вытаптывает, табуны, либо там трава горит. Ну, есть в разных странах, в разных условиях есть свои мифы и убеждения, почему огонь нужен. Корнями это уходит куда-то вот в подсечно-огневое земледелие, в борьбу с зарастанием пашни лесом. Австралийцы жгут, американцы жгут, ну и, опять же, видны последствия. То есть чудовищные пожары при очень сильных лесопожарных службах все равно не справляются. И в тех странах, где поджоги традиционные, к сожалению, потери и в лесах, и в населенных пунктах очень большие. Есть обратные примеры. Много европейских стран, которые, скажем, полностью отказались от практики выжигания и в сельском хозяйстве, и в лесном хозяйстве. И никаким негативным последствиям отказ от выжигания у них не привел. Ну, даже Скандинавия, скажем, Финляндия, которая просто забыла о том, что такое лесные пожары, хотя горело в период еще вхождения в состав Российской империи, горело очень сильно, сильнее, чем наши карельские территории. Но это древние такие, да, действительно, наверное, крестьянские такие архетипы. А вот последствия последних десятилетий, последних лет пятнадцати, ну вот, если началось все с экономических вот таких вынужденных выжиганий, то, к сожалению, это стала традиция, это потянуло за собой. Ну, во-первых, когда все люди, все дети, все автомобилисты видят, что все горит, за это никому ничего не бывает, но это становится просто нормой жизни, стирается граница между хорошо и плохо, правильно и неправильно. То есть вот этой нормы сейчас практически нет. То есть это как бы отражение общей ситуации в обществе, вот это какая-то общая утеря нормативности, да? Здесь это очень наглядно. Да, да. Никто не отвечает, нет, Алексей? Нет, никто. Вообще были ли хоть какие-то случаи, что кто-то ответил за ведь люди же гибнут? Да, отдельные случаи есть, когда за это несут ответственности, но это там тысячные доли процента от общего числа поджигателей, и в основном это те, кто поджег по пьяни, их легче привлечь к ответственности, потому что они чаще всего не могут уже убежать, ноги заплетаются. Там же доказательства, наверное, нужны, спички, там сажа на руках. Ну, да, очень интересно читать протоколы судебные и, в общем, судебное решение по таким случаям, да, там вот вещественное доказательство сжигалку уничтожить, там, например. Ну и вот действительно половина случаев, когда людей привлекает к ответственности, это пьяница, то есть те, кто не смог убежать, да, ну они действительно поджигают, хотя, на самом деле, доля трезвых среди поджигателей, конечно, гораздо выше, просто очень трудно привлечь к ответственности. Еще одна проблема, нет прямого и однозначного запрета на выжигание, то есть у нас в федеральном законодательстве есть запрет в правилах противопожарного режима, есть такой правительственный документ, запрещается выжигать стерню, вот это однозначно, то есть остатки соломы на полях, все, все остальное не запрещено, тростник не запрещено, сухую траву не запрещено. Есть ограничения в лесном законодательстве, они касаются участков рядом с лесом, но они тоже сформулированы так, что допускают неоднозначное толкование. Знаете, вот очень интересно, вы говорите сейчас, что действительно это связано с кризисом сельского хозяйства, так если шире философски на это посмотреть, это же вообще некий закат огромной российской крестьянской аграрной цивилизации, то есть мы настолько уже разучились общаться с землей, да, сидеть на собственной земле, что мы уже ее просто тупо, сами не понимая почему, начинаем поджигать. То есть это действительно как бы конец крестьянского мира, конец аграрного мира. Причем убиваются остатки сельского хозяйства, ну, очень глубоко, это не только выжигание того, что выросло там в последний год, это уничтожение системы защитных лесных насаждений лесополос, и особенно вот сейчас печально смотрится выгорание лесополос, заложенных Докучаевым, когда вот был кризис, засуха, голод, и по результатам первые исследования, которые дали систему защитных насаждений, вот того, что обеспечивало устойчивость сельского хозяйства в южных регионах. Сейчас, когда мы видим, как горят вот эти более ста лет назад заложенные лесополосы, уничтожаются полезащитные насаждения, а они, ну, самые беззащитные, наверное, категории лесных участков, лесных насаждений, и сгорают имена сельскохозяйственных палов. И это, собственно, приводит к тому, что сельскохозяйство становится еще более и более убыточным, еще более рискованным, еще более сказываются экстремальные температуры, засухи, ну, и все более безнадежно мы скатываемся, уничтожая огромные вложения, которые были сделаны десятилетиями до этого, собственно, когда создавалась система обеспечения плодородия. Ну, и к этому можно еще добавить, что официально даже признано, что у нас одна из главных причин неплодородия наших земель – это резкий дефицит органического вещества, гумуса, в почве. То есть там у нас больше 50 миллионов гектаров – это почва, где считается, что они остро дефицитны по гумусу. А гумус, он появляется, собственно, из остатков вот этой сухой травы. То есть если каждый год жечь, то просто прерывается поток мертвого органического вещества в почве, и она гарантированно будет терять свое плодородие еще очень долго, многие годы потом. Знаете, просто какая-то апокалиптическая картинка просто рисуется вот такой громадно-экологической катастрофой. Экологической в смысле взаимоотношения социума со своей средой обитания. Это как, я не знаю, там в Средиземноморье вырубили все леса, соответственно, ушло плодородное сельское хозяйство. Как в Австралии овцы съели всю траву, как на острове Пасхи они срубили свой лес, а цивилизация вымерла. То есть это что, такие какие-то сопоставимые масштабы? Сопоставимые, только у нас площади больше. Ну да, у нас земляники неисчерпаемый ресурс, который можно, кажется, бесконечно насиловать. Скажите, а вот с точки зрения людей, как-то вот даже сейчас речь идет не идет о каком-то там о сельском хозяйстве, просто какое-то обычное бытовое хулиганство. Вот у меня, вот я всегда очень переживаю, по подокнами парка, заказник природной Крылатские холмы, там вот эта вот Филевская пойма, чудесные совершенно там луга заливные. И вот это все, я пытаюсь понять, люди, которые там гуляют, они же, собственно, сами все и поджигают. Ну, с одной стороны, всегда есть какой-то процент пироманов, просто как людей с болезненной склонностью к поджогам. И вот эти нотки психологические, они есть у значительной части населения. По крайней мере, многим интересно смотреть на то, насколько мощную стихию они запускают всего там одним движением зажигалки. Только что я, собственно, вернулся из Астраханской области, где вот эти массовые поджоги уже начались, и на огромных площадях действуют пожары. Вы поговорили с людьми там? Вы поговорили с людьми. Большинство не может объяснить, зачем они это делают. То есть у кого-то есть какие-то псевдоэкономические соображения, трава зеленая будет быстрее расти. Вдруг мы избавимся от тростника, мы его каждый год выжигаем, вдруг вырастет что-нибудь другое. Известно, что не вырастет. Наоборот, тростник самый устойчивый к выжиганиям, поэтому он занимает те площади, где могли бы быть другие травостои. Где-то пытаются избавиться от бурьяна, который по-другому не убрать. Но большинство не может объяснить своих действий. Ну, так принято. У нас всегда жгли, говорят люди. Ведь еще же, так сказать, есть, если я не подожгу, за подожжет сосед. Вот второе соображение более рациональное, хотя не менее губительное. Это поджоги на перегонки, пока ветер на соседа, надо успеть первым, потому что иначе сосед подожжет, когда ветер на меня. И вот это следствие массовых поджогов селесохозяйственных, но оно становится просто таким вот соревнованием на майские праздники, кто первый успеет зажечь траву, пока ветер на соседа. И, собственно, приводит это к огромным жертвам. У нас порядка ста человек в год погибает только от этих пожаров и сгорает несколько десятков населенных пунктов, уже не говоря о задымлении, которые приводят уже к десяткам тысяч смертей, спровоцированных, собственно, дымом и лесных, и торфяных пожаров, которые возникают именно в этот период, возникают от палок травы. Задымление чудовищное, следы сажи, собственно, сажи, вот черный углерод, так называемый, от травяных палок, которые горят сейчас у нас, в данный момент, например, в Астрахани, именно эти органические остатки обнаруживаются потом на мысе Шпицберген. То есть они доносятся до Арктики, то есть это тысячи километров, перенос вот этого... И они же меняют климат как-то. В свою очередь это да. Фактически вот эта вот сажа от наших травяных пожаров, лесных пожаров, она делает, как я понимаю, теплее, да? Ну она делает лед более черным, поэтому он быстрее тает. И, соответственно, он быстрее прогревается. Но есть и обратная связь. То есть каждый год мы наблюдаем увеличение средней продолжительности пожароопасного периода и рост экстремальных температур, в свою очередь, соответственно, и вероятность более опасных и более массовых пожаров, она тоже растет. И ведь изменение климата, которое мы наблюдаем в последние годы, такие более холодные, жесткие зимы и более жаркое лето, оно тоже этому способствует? Способствует. То есть это более экстремальные условия, более высокая, более опасная горимость. Ну и, собственно, все лесопожарные службы мира, что американцы, что канадцы, что австралийцы, готовятся, наращивают бюджеты, наращивают количество людей. Но у них, в отличие от нас, эти категории пожаров считаются. Мало того, те же американские лесопожарные службы называют именно травяные пожары самыми губительными и страшными для профессионального состава. На них погибает больше пожарных, чем в лесу и чем во всех населенных пунктах. Травяные пожары. Да, да, да. Ну, легкие горючие материалы это трава и кустарники. Вот как раз то, что у нас горит в сельской местности. У нас это не пожары, у нас такой порядок учета, что это считается загораниями, не подлежащими учету. Поэтому сложно посчитать. Но пожары действительно очень опасны и для профессионального состава. И, к сожалению, каждый год, вот, скажем, в 2012 году первая смерть была профессионального пожарного именно на поджоге травы. О последствиях поджогов травы и лесных пожаров поговорим после перерыва. Добрый вечер. Программа «Археология». Вы знаете, мы продолжаем в каком-то смысле сегодня тему, которую вчера начали в эфире разговором с географом из Московского университета Андреем Лукашевым. Говорили мы, человек в пейзаже, о том, как мы, россияне, как нация, как цивилизация, вписанная или не вписанная, плохо вписанный собственный пейзаж. И вот сегодня мы этот разговор продолжаем с представителями «Гринпис» Алексеем Ярошенко и Григорием Куксиным, соответственно, руководителями лесной и противопожарной программы «Гринпис». Говорим мы о палах травы, о поджогах травы. Еще позже поговорим о лесных пожарах. Мне кажется, что это совершенно фантастическая, совершенно метафора, некий образ такого какого-то огненного апокалипсиса, когда люди поджигают собственную землю, поджигают собственную среду обитания. Мне кажется, что это некий предел в наших таких отношениях, абсолютно деструктивных отношениях с собственной природой. И вы знаете, я хочу тоже вас спросить наших слушателей, позвоните по телефону 65 10 99 6. Скажите, почему, вот вы считаете психологически, почему люди поджигают траву, почему мы сжем траву, почему мы так не любим собственную природу? Или может быть я заблуждаюсь, россияне как-то очень экологично относятся к собственной окружающей среде. Но меня этот вопрос очень беспокоит. Почему мы так гадим на берегах водохранилищ, любых водоемов, рек? Почему нам обязательно нужно отдыхать в парке, загрязнив полностью все это самое место, оставив костер? Почему нам в конце концов нужно поджечь траву? 65 10 99 6. Скажите нам, пожалуйста. Я хочу наших гостей продолжать, расспрашивать. Ведь существует множество мифов, ни один из них не подтверждается, что там это прогрев почвы, что свежая травка, вот на проплешинах вроде как травка зеленая проклевывается так весело. Ну, конечно, когда сухая трава сгорела, то зеленая травка лучше видно. Вот она и прослеживается лучше. Ну, нету никаких позитивных эффектов, потому что люди часто говорят, что вот как бы помочь, помочь. Ну, скажем так, вот в нашей средней полосе позитивных эффектов нет, да, потому что прогрев минимальный, он практически ни на что не влияет. Почва теряет органическое вещество, от которого зависит ее плодородие. Минеральные вещества, которые все равно вернулись бы в почву в течение года, когда эта трава сгниет, они превращаются в залу, которая весной довольно легко сносится дождями и так далее. Могут быть отдельные частные случаи, когда это дает очень краткосрочный позитивный эффект, да, то есть вот, ну, допустим, в сухой степи, где накопился толстый слой такого вот, такой ветоши травяной, которая медленно, постепенно возвращает минеральное вещество в почву, а тут вдруг раз сгорели, оно все попало в землю, и вот краткосрочный эффект за счет того, что очень быстро в почву попали те минеральные вещества, которые вернулись бы туда в противном случае за несколько месяцев. Ну, это в степи, но не у нас. Во-первых, это в степи, во-вторых, этот эффект очень краткосрочный, и, в-третьих, если выжигания идут часто, регулярно, то этот эффект, он очень быстро перекрывается за счет потери органического вещества. 65, 10, 99,6. Скажите нам, почему мы сжем траву и почему мы так не любим собственную природу? Алексей на линии. Да, да, добрый вечер. Добрый вечер. Такая очень тема, потому что в прошлом году, собственно говоря, у нас сгорело там на даче строение из-за того, что подожгли траву, да, ну, не суть важна. Я просто помню себя маленького, да, когда мы были ездить в деревню там с друзьям, да, вот, и подожгли траву, ну, это было, это было действительно допустим криминал, да, потому что были родители, были участковые, было, ну, не подсудное дело, но школу нам, собственно, капнули там, разбирали там, и тогда еще октябренком было, разбирали на каком-то совете там, на октябре, не помню, короче, это был большой криминал, да. А тогда кто-то что-то пострадало от ваших поджогов, или вы просто подожгли траву, и это вызвало? Могло бы, пострадать. То есть даже не было таких разрушений, как вот у вас в этом году? Нет, не было разрушений, просто могло бы дальше пострадать, там были какие-то колхозные какие-то строения, и в принципе, ну, в принципе, криминал, да, вот, это первое, да, то есть я считаю, что это... То есть был какой-то хозяин, было чувство ответственности, было то, что... хозяин просто, просто как бы вставляют пистон, да, почему в Сингапуре не бросают там жвачку на пол, да? Вставляют пистон. Да. А сейчас не вставляют пистон некому, нет такой инстанции. Да, вот пример по поводу кидания, так сказать, на землю, я думаю, чем люди становятся более, так как, ну, телезон, не знаю, как это назвать, да, тем они чище, потому что, ну, по себе знаю, да, вот когда-то, мол, там бросил сигаретную, а курок, а сейчас вот я не бросаю, да, потому что, ну, и все как-то вот заботятся, а вот посмотрите пример, не знаю, я как-то был, ну, не буду говорить там, южные страны, там отвалы просто мусора, это для них нормально, да, как только общество немножко начнет подниматься по какому-то уровню, ну, благосостоянию, это жизнь в городах, да, цивилизовать, нельзя так говорить, благосостояние, ты понимаешь, что вот, ну, не годить там где-то живешь, да, а некоторые просто не задумываются, и, ой, когда снижается, так сказать, общий уровень, ну, слово интеллигентность, это дурацкое слово, да, когда снижается, вырастает уровень какой-то, ну, бодловатости, безнаков, ну, и здесь начинаются там, выкинуть мусором, окна, да, все очень просто. Понятно, Алексей, спасибо, спасибо уже, достаточно долго мы говорили, ну, да, вы знаете, может быть, вот такое вот социологическое наблюдение, Алексей сделал, во-первых, то, что тогда, раньше, да, вот, когда он был ребенком, была какая-то ответственность, сейчас, как я понимаю, вообще невозможно понести ответственность, вот у нас та же тема, вот, это, Крылатские холмы горят, там, три-четыре раза в день выезжает пожарная машина, как я понимаю, выезд пожарной машины стоит, там, не знаю, 50 тысяч рублей, что-то в таком, может очень дорого стоить, в таком, сколько вот стоит, скажем, один выезд пожарных, ну, я бы это не пересчитывал даже на деньги, понятно, что это затраты топлива, это, рабочее время, но самое печальное, что в этот момент ослабляется защита остальных объектов, да, да, вот эти 10-15 выездов гарнизона пожарной охраны на траву, скажем, в сельской местности Подмосковья, в ближнем Подмосковье, это значит, что на это время ослабляется защита, или полностью оголяются поселок с больницей, детским садом, детским домом, и так далее, и, к сожалению, потери бывают и там, и там, да, или не приехали от травы, сгорело что-то, или поехали на траву, в это время сгорелся многоквартирный дом, и там, и там, возможно, ну, потери, которые не пересчитать на деньги. Ну, то есть сейчас нету той инстанции, которая, собственно, за этим следила бы, вот кроме тех пожарных, конечного, да, ответчика, ну, не ответчика, решающего человека, который выйдет тушить, а больше нету инстанции, которая бы проводила профилактику, там, не знаю, патрулировала бы. Проблема в том, что у нас вообще, в принципе, нет единой инстанции, которая бы отвечала за пожарную безопасность на всех территориях, всех землях, да, то есть, все поделено по ведомственному признаку. Леса, земли лесного фонда, это Рослесхоз, это подведомство, это органы управления лесами в регионах, заповедники, национальные парки, это Министерство природных ресурсов, населенные пункты, это МЧС, сельские земли, которые вне населенных пунктов, тут вопрос вообще довольно сложный, то есть, разные инстанции спорят друг с другом, а кто здесь отвечает за пожарную безопасность, да, единой системы в стране нет. Ну, и я, как понимаю, была полностью разрушена система лесной охраны, я вообще, лесник какая-то фигура из мифологического прошлого. Лесников больше сейчас нет, да. Из каких-то сказок Гоффмана. Ну, не настолько далекого, да, то есть, лесники, в принципе, у нас вот в старинном понимании, они существовали до 2004 года. Нет, ну, я понимаю, да, 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 да. Я бы немножко даже по-другому сказал, у нас разрушена экономическая основа лесного хозяйства, сведением лесного кодекса 2006 года, то есть, раньше лесное хозяйство было такой самодостаточной отраслью, которая могла содержать большой штат, то есть, почти 200 тысяч человек, в том числе, 70 тысяч лесников, всего людей, которые отвечали за охрану лесов, по должностным обязанностям, было около 100 тысяч человек, но оставшиеся 100, которые работали в лесу, у них не было полномочий, но это были люди, которых можно было привлечь к тушению пожара сразу, и кормила эта система на 90% себя сама, да, новый лесной кодекс, он экономику просто вообще убил в лесном секторе, больше это теперь антиэкономическая система управления лесами, полностью зависящая от бюджета. Бюджет лесного хозяйства увеличился резко, затраты, но он уже не может содержать такого количества людей, то есть, сейчас у нас всего в лесном хозяйстве работает где-то 40-50 тысяч человек, из них очень резко выросла доля бюрократов, то есть тех, кто занимается поддержанием бумагооборота, и поэтому, когда начинает что-то гореть в лесу, ну, один пожар на лесничестве, два пожара на лесничестве, находятся люди, которые могут их тушить, и вот смотрите, здесь же, Алексей, какая, по-моему, ситуация получается, что нету, собственно, той сильной государственной инстанции, которая вообще заинтересована в сохранении леса как такового, я вижу, как земли вот у нас же в Подмосковье выводятся из лесного фонда, передается, так сказать, жилой фонд, вырубаются, строятся коттеджные поселки, то есть, кто будет вот от имени меня, как гражданин России, заинтересован в сохранении общественного блага под названием лесной пояс, вот сохранять мои интересы. Нет умной государственной инстанции, которая отвечала бы за леса, это вот, наверное, первая беда, и нет действительно сильной, потому что объективной заинтересованности ни у кого нет, собственно говоря, ну, все настолько разрушено, что вот профессиональный костяк лесного сектора, он почти полностью истреблен, он либо разбежался, либо это вот отдельные люди сохранились, которые работают на энтузиазме, вот людей с душой, которые бы болели за лес, в этой системе уже меньшинство, да, и поэтому, ну, а строго по правилам, тоже система не работает, потому что правила бестолковые. Вот и получается, лес это сейчас одна огромная бесхозная территория, беспризорная, за которой толком никто не прислал. Это разрушение совершенно каких-то вековых традиций, там, я не знаю, лесного хозяйства, какие-нибудь там, тюрмеровские леса, подможайском, вот это вот все, это же у нас закладывалось, по-моему, я не знаю, там, с петровских времен. Да, да, да. Но, к сожалению, быстро восстановить это не получится. Вот в том, что касается лесопожарной составляющей, вот борьбы с лесными пожарами, ведь у нас до, вот, окончательного разрушения лесным кодексом лесного хозяйства в целом была самая сильная в мире система борьбы с пожарами. Нас копировали Штаты, там, Канада, европейцы, приезжали, учились в нашей авиалесохране, в советской авиалесохране, потом в российской, технологиям тушения, технологиям организации работ по тушению, профилактике лесных пожаров, да, мы первыми придумали, как доставлять людей, да, и сбрасывать парашютистов, десантников с воздуха. И все это, к сожалению, было разрушено, то есть потеряна возможность переброски, потеряны ресурсы, и быстро восстановить это уже не получится. Поэтому сейчас идут попытки компенсировать вот эту разрушенную систему, в том числе лесопожарную систему, какими-то срочными мерами и созданием какого-то резерва парашютистов, пожарных, десантников пожарных. Но, к сожалению, это не закрывает те дыры, которые образовались, ну, вот из-за системного распада. Усугубляется это весной, именно, так сказать, первым пиком весенних пожаров. И, к сожалению, от весны и от травяных полов и чиселин зависит, как пойдет лето и как потом будет выстраиваться весь лесопожарный сезон. А, если пожгут много весны? Если загорится много весной, то, к сожалению, это гарантированно дает много торфяных пожаров, которые... То есть, они будут тлеют еще. То есть, они будут тлеют еще. Ну, как в 2010 году, вся история 2010 года, это история, которая сложилась из двух составляющих. Это пик весенних пожаров, который пришелся на сухое время, то есть, массовое выжигание под майские праздники, от которых зацепилось огромное количество торфяников, начали гореть леса, и очень много торфяных пожаров возникло. Вторая составляющая — это вранье, то есть, попытка спрятать эти пожары и спасти отчетность вместо того, чтобы спасать лес. Да, вот к моменту наступления засухи эти две причины уже сработали, осталось только добавить сухую погоду и, собственно... Я так понимаю, что майские праздники для вас всегда такая мини-катастрофа, да? В смысле экологическая. В Центральной России для нас всех мини-катастрофа, но даже не очень мини. В разных регионах пики на чуть разное время приходится. Ну, вот сейчас мы, собственно, почему отправлялись в Астрахань помочь заповеднику, помочь на сопредельных территориях потушить вот этот первый пик пожаров именно на 8 марта, с 23 февраля на 8 марта Астраханская область традиционно горит такими зимними пожарами. Чуть позже пойдет гореть Волгоград, но уже сейчас начинает гореть Волгоградская область, чуть позже Воронеж, но для большинства регионов, особенно для Центральной России, именно майские праздники... Люди начинают общаться с природой, грубо говоря. Да, основным испытанием становятся майские праздники, и они закладывают, собственно, вот в ближайшие несколько месяцев лесопожарную составляющую фактически формируют. Уж лучше бы, да, уж лучше бы люди сидели в городах, да, так сказать, пили пиво у киосков, смотрели на телевизор. Ну, иногда кажется так, скажем нам, как лесным пожарным, вот хорошая погода, это дождливая погода на майские праздники, да, спрашиваешь, какая погода будет, да хорошая погода, дождь пойдет. Но вот, к сожалению, бывает, что совпадает сухое, да, вот пик сухой, жаркой погоды, майские праздники. Да, вы знаете, опять-таки философские какие-то размышления, что у нас каждый большой период праздников оборачивается таким саморазрушением нации, что вот январские вот эти праздники, это какой-то алкогольный угар и так далее. Что майские праздники, это уже не алкогольное, а такое травяное и... Пироманский, да. Да, да, и пироманский угар. Может быть, я не знаю, говорится, в консерватории что-то пора, может не давать людям такие большие-то праздники, давали бы, так сказать, два-три дня отдохнуть, а то любое... Убегать будут в большей спешке. Любое высвобождение русского человека дает, как оборачивается какими-то совершенно разрушительными последствиями. 65, 10, 99, 6. Почему мы жжем траву и любим ли мы вообще собственную природу? Валерий. Мне хотелось бы сказать не о том, что жгут траву, а о том, что Россия является, леса России, так же, как леса Бразилии, являются легкими планетами. А самолетов для тушения пожаров у нас в 6 раз меньше, чем во Франции. А территория Франции в 36 раз меньше, чем территория России. Вот как у нас не обеспечено самолетами. А чем еще можно тайгу тушить, кроме как не самолетами? Понимаете? Вот какое отношение. А вы все там на траву, так это, на, значит, это... Тайга горит не от того на огромных территориях, что там траву зажигают, а от того, что нечем тушить ее. И надо конкретных виновных выяснить. Вот жертвами пожаров в 2010 году стало 53 человека. Кто за это ответил? Шойгу не говорит никогда нигде, не сказал, что мало самолетов у нас для тушения пожаров, таежных пожаров. Понимаете? Мы перед всей Землей отвечаем. Перед планетами за сохранение легких планет. Да, Валерий. А у нас самолетов в 6 раз меньше, чем во Франции. Понятно. Я прибавилась, по-моему, на тысячи самолетов. Вот этот вопрос поднимите. Кто за это отвечает? Подняли, Валерий. Спасибо за вашу много дам. Спасибо. Спасибо большое Валерию. Он, потому что озвучил очень такие характерные мифы, которые есть у нас у людей. И складываются они во многом, к сожалению, именно из-за ну, такого освещения, таких особенностей освещения журналистами, в том числе, ситуации, ну и профильными ведомствами. Да, миф первый, что у нас горит от того, что жарко, от того, что сухое лето и нечем тушить. Горит не от этого, горит от того, что люди поджигают. У нас практически все пожары там, ну, больше 99% пожаров на территории страны антропогенные. Это следствие поджогов в весенний период, в начале лета, именно поджоги травы, которые входят в лес. Миф второй, который был озвучен, он тоже достаточно важный, что у нас самолеты тушат лесные пожары. Роль авиации лесной, да, для Сибири, она очень велика, но тушат пожары не самолеты, тушат пожары люди. И это всегда наземная работа, это всегда работа наземных групп, которые могут быть доставлены воздушными судами, это могут быть десантники, которых спустили на тросах или парашютисты. А вот роль самолетов-танкеров очень невелика. Это вспомогательное средство, это небольшая помощь, поддержка наземных группам. И при скоординированной работе самолеты-танкеры иногда дают некоторый эффект по притушиванию пожаров, да, для того, чтобы помочь наземной группе. Но редко. Ну да. Тушат на земле. Но за счет того, что это наглядно, это картинка, это то, что проходит по экранам телевизоров. Получается, что неимоверно дорогие воздушные суда, плохо скоординированные часто с наземными группами, становятся тем, что поглощает бюджет, которого и так не хватает для работы на земле. А борьба-то на земле, то, что вы говорите, самые потери большие, они как раз вот от таких. Ну и еще один маленький миф, что 53 погибших в 2010 году, на самом деле, конечно, если говорить о косвенных причинах, в том числе смертей, если вспомните пик смертности в Москве, когда очереди стояли в морге, и официальные власти нам объясняли, что это. У меня в эти дни умер близкий человек, и приехал санитар с перевозки морга, он был просто черный, он говорит, вы не можете себе представить, что происходит, вот это было конец июля, начало августа 2010 года. Даже официальный Росстат нам дал. Дают, говорит, совершенно неверную статистику, и милиционер пришел, который там смерть оформлял, он говорит, десятки и десятки тысяч просто... Ну, оценивается количество людей, дополнительно погибших от воздействия дыма, в 2010 году, минимум в 50 тысяч человек. Это без учета прерванных беременностей, неродившихся, ну, это тоже, сказать, довольно большой всплеск. Вообще, надо сказать, что была недавно очень большая исследовательская работа, целая группа специалистов разных университетов по миру, оценка смертности от дыма, природных пожаров, вот она оценивается в мире от, в разные годы, вот где-то 260 до 600 тысяч человек в год. Это вот смертность, связанная с дымом от пожаров на природных беременностях. В мире, а у нас только в России 50 погибло. Ну, Россия явно не входит, к счастью, пока в число приоритетов, то есть она, вот если брать крупные регионы, где-то на четвертом месте по смертности в мире от дыма, природных пожаров, ну, 50 тысяч человек, это ведь тоже очень большая. Гигантские цифры. 65, 10, 99, 6. Почему мы сжем траву и любим ли мы вообще собственную природу? Григорий. Добрый день. Возможно, меня по-другому учили, но мне, по крайней мере, в школе говорили для обновления как раз сжечь траву. Я, конечно, это сомневался, но такой факт был. Но плохо, плохо, плохо говорили, значит, неверно вот наши специалисты здесь. Ну, я до сих пор помню и помню даже советский подход, который я наблюдал у многих людей, что вполне в возрасте, что сжечь траву это правильно и подготовка как бы к новому сезону. К тому же, есть вторая вот именно составляющая, это заброшенность полей и ужасная заброшенность лесов. Леса сейчас представляют даже в Подмосковье жучайший бурелом. Ну, по крайней мере, те, что остались. Да, да. Ну, в принципе, все. Понятно, Григорий. Ну, да, но мне кажется, что как бы от заброшенности леса не горят. Леса горят от того, что человек поджигает. Какая-то тоже важная составляющая для подмосковных лесов, потому что мы, ну, так вот с тревогой ждем этого сезона. Действительно, последствия пожаров 10-го года, то есть много погибшего древостоя, который сейчас представляет не просто бурелом-бурелом, заросший сухой травой снизу, то есть с проводниками горения и последствия краеда. А ведь огромная эпидемия краеда. Она продлится? Ну, нет. Скорее всего, нет. По крайней мере, мы каждую зиму берем пробы из лесной подстилки по краеду, и в этом году пробы показали, что краеда, ну, в 10 и более раз меньше, чем было в прошлую зиму. Ой, ну, дай-то бог. Потому что у меня как раз дача на западном направлении, вот там просто едешь и смотришь, ну, сердце кровью обливается. Ну, тем не менее, по бетонке ехать на западе, там лес стоит просто гектарами погибший. Да, да, да. Но вот этот погибший лес, к сожалению, это такая приховая бочка для окрестных населенных пунктов в том числе, потому что если он загорится... Его надо чистить весь. Его надо чистить, разбирать. Быстро это сделать не получится, хотя определенные шаги делаются, но в этом году ситуация принципиально не улучшится, поэтому здесь, ну, вот тоже с тревогой ждем, если будут переходы на эти участки леса, их очень опасно тушить. 65 10 99 и 6 Позвоните нам и скажите, почему мы сжем траву и любим ли мы вообще собственную природу. Мы примем ваши звонки после перерыва. Добрый вечер. Программа «Археология». Говорим сегодня с представителями Greenpeace России Алексеем Ярошенко и Григорием Куксиным о лесных пожарах, о травяных палах, о том, почему горит русская земля, почему мы ее поджигаем. Позвоните нам и скажите, что вы по этому поводу думаете. 65 10 99 и 6. Геннадий. Добрый вечер. Вы знаете, очень болезненная для меня тема, потому что очень сильно каждый раз, когда горят леса, переживаю. Ну и вообще вот дача у меня в Шатурском районе. Вы знаете, мое мнение такое, что леса горят, даже не, и в общем-то недостаток средств тушения и все. Это следствие какой-то системной проблемы в отношении наших сограждан к природе. Выйдите в лес дальше 100 километров от Московской области. Любой въезд проселочные в лес, туда высыпают мусор, на газелях приезжают из ближайших садовольских товариществ или поселков. Просто заключают договора с какими-то фирмами, которые вот так вот работают. Значит, люди тоже совершенно не стесняются и мусорить, и не тушить траву. Вот встретил женщину в три раза, наверное, старше меня или в два. Говорю, что же вы мусор выбрасываете в лесу? Она говорит, так я в кустике, так чтобы не видно. Или вот, например, просто в интернете можно посмотреть на форумах там какие-нибудь ловцы электроудочками рыбы. Значит, вполне себя нормально обсуждают и главное считают, что они правы. Это какая-то, мне кажется, системная проблема в головах и с этим надо бороться в первую очередь какой-то пропагандой, наверное. Спасибо, спасибо, Геннадий. Очень больные вопросы и действительно как-то, и мне кажется, очень резко вот это вот в пике какой-то вошло наше отношение к природе за последние лет 20. Какой Советский Союз ни был, можно ругать, не ругать, но какая-то зачаточная вот такая вот была природоохранная пропаганда, что-то в головы людей вдалбливались, была какая-то фигура там лесника, а еще чего-то. Вот, а сейчас с нашим периодом вот этого тотального полураспада природа стала самой первой жертвой. И вот, скажем, то же самое Подмосковье, согласен с Геннадием, и уж тем более далее за Подмосковьем, превращается в экологическую совершенно зону какого-то сплошного бедствия. 65, 10, 99, 6. Наталья. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Я вот хотела бы дополнить, наверное, предыдущего звонившего. Я думаю, что, в принципе, вот все эти проблемы, они, наверное, от безнаказанности, в общем-то. И если бы, я вот думаю, вот у нас есть такое средство массовой манипуляции сознанием, как телевидение, знаете, если бы вот по телевидению, допустим, несколько таких вот процессов наказания за поджоги осветили бы массово, то люди бы задумались в следующий раз как бы вот поджигать ту же траву или не поджигать. То есть как бы частично, я думаю, это вопрос решило бы. И еще вот про мусор, да, то, что люди там мусорят на дачах где-то, еще что-то, то есть леса. Я вот в городе, простите, живу, в доме, в многоэтажном, у нас есть мусоропровод. Я вот не могу понять, что людей заставляет мусор в окна выбрасывать. Понимаете, это ладно, как там алкоголики, которых там деформировано сознание, да, они не соображают, что делают. А когда вполне нормальные люди просто выбрасывают мусор в окна, знаете, вот этого я вот понять совершенно не могу. Да, Наталья, одичание какое-то идет, абсолютно, вот, кажется, тоже неплохой благополучный дом у себя. Я начинал, начал обнаруживать, люди в лифте основно оставляют мешки с мусором. У нас после ремонта там мусоропровод закрыт, нужно выносить эти вот мешки с мусором в контейнер во дворе. Контейнер во дворе рядом стоит. Нет, люди просто в лифт ставят мешки с мусором и отправляют его. Мне кажется, проблема в том, что люди перестали очень многие, ну, наверное, большинство воспринимать страну как спою. Вот это тоже такая проблема. Да, Алексей, вы здесь очень-очень верную вещь говорите какой-то, да, все вокруг колхозное, все вокруг мое. Колхозы пропали, и вот это осталось чувство какой-то ничейности, бесхозности природы. И вот в том же Подмосковье, не знаю, я вырос с тем, что вот есть какая-то вот эта такая дачная, природная территория. И вот сейчас, проезжая по любому шоссе, я не вижу, не осталось ни пейзажа какого-то нетронутого, ни какого-то сокровенного уголка природы, чтобы поле было, ручей какой-то. Любой ручей будет загажен, там будет мусор, там будут покрышки старые торчать, какая-нибудь машина, диван кто-нибудь вынесет туда, в этот ручей, любой овраг. Когда найдешь буквально, вот, я не знаю, там полгектара какой-то уголок нетронутой природы в Подмосковье, просто, вы знаете, сидишь и радуешься. Почему мы сжем траву и почему мы вообще так, собственно, относимся к собственной природе? Кирилл. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня, собственно, вопрос, там можно было бы дискутировать с предыдущими ораторами, я не считаю, что эффективным какое-то там наказание, показы каких-то по телевизору процессов. А что? А что надо, по-вашему, делать? Нет, по-моему, надо ждать. Потому что до тех пор, пока, честно говоря, не вымрет поколение людей, вот тех самых нормальных людей, которые выбрасывают мусор в окна, там с фантомными болями, может быть, я не знаю, что это, черт его знает. Кирилл, а почему оно вымрет? Оно воспроизводится. Оно же воспроизводится, эти люди детей рожают, и дети смотрят, как ведут себя родители, и все вместе идут, вот я смотрю, на майские, на пикники, и родители костерок оставили, и в лесу все вокруг загадили, и детишки с ними тоже. Ну, знаете, допустим, вот не то, чтобы он там хвастан, но в моем окружении никто так не делает, а все дети одинаковых родителей. Мне еще в детстве говорили, что у алкоголиков бывают два типа детей, алкоголики или фанатики-трезвенки. По-разному бывает. Поэтому я считаю, что это культурный феномен, культурные феномены не меняются наказаниями, ни в коем разе. Только будет больше наказаний, а меньше, сказать, бардака не будет. У меня, собственно, был вопрос. Я услышал как раз, что ну вот караед много всего там нехорошего сделал, и я, поскольку там секретарь правления одного дачного товарища, то действительно у нас была проблема с караедом. Но мы так и не поняли, что нужно сделать, какие манипуляции нам нужно выполнить, чтобы прийти и честно властям заявить, так, товарищи, давайте мы почистим сами этот лес и сами все вывезем. Потому что есть риск, что выйдя с бензопилой, даже там организованно на сумочек, ты натыкаешься там на лесника и на прочие, так сказать, жесточайшие наказания за то, что ты посягнул на зеленый пояс, ну и так далее. Понятно, понятный вопрос. Хорошо, Кирилл. Какая есть нормативная база, вот может ли ваш гость... Ну вот Алексей, как раз руководитель лесной программы нам может ответить. Спасибо. Алексей. Ну, ответ достаточно грустный, хотя он зависит от категории земель. То есть у нас нет единой нормативной базы, она разная, применительно к разными. То есть если это лес на территории самого садоводчества от говарижества, то все регулируется, ну, грубо говоря, муниципальными властями. Если это земли лесного фонда, то действующее законодательство в принципе не допускает возможности гражданам самим навести в лесу порядок. Это запрещается. То есть любая рубка сухостойных деревьев будет рассматриваться как самовольная рубка. То есть вот сейчас последние несколько месяцев это не будет уголовным преступлением, будет административным, а до недавнего времени это было еще и уголовным преступлением в зависимости от ущерба. То есть ущерба нет, но официально он будет насчитан как за живые деревья. И это вполне может тянуть вплоть до тюремного заключения. Это Алексей Ярошенко, руководитель лесной программы Greenpeace Россия. 65, 10, 99 и 6. Татьяна на линии. Татьяна. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Я хотела бы внести кое-какие дополнения еще к сказанному. Я хотела бы сказать, что у людей верная маня величия. После того, как они вырвались к свободе, и некоторые почувствовали такую свободу нескончаемую, решили, что им можно все. И вот интересно, что ехала молодая пара в электричке, они, видно, занимают хорошие рабочие места, высокоплачиваемые, и говорили о высоких материях, и потом, когда они вышли, после них остались панки, дорогие, как поперточки от дорогих продуктов, и все это лежало, и мы любовались на это все. Ну, да, вот. Ну, и, соответственно, все это идет и дальше, и в лес, и на дачные участки. Да, да, переносится в окружающую среду. Ясно, да. Ой, да, извините, прервался уже звонок. Спасибо. Татьяна. 65, 10, 99 и 6. Почему мы поджигаем траву, лес, и так относимся к собственной природе? Евгения. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо вам за обсуждаемую тему. Это такой дополнительный штрих к тому, что происходит в стране на самом деле. Я согласна с предыдущими ораторами в той части все-таки, что это, во-первых, безнаказанность, и, безусловно, некая ответственность за подобные действия должна быть. Я согласна, что это, безусловно, и без культуре, и все-таки, на мой взгляд, все не так замечательно было в Советском Союзе, как вы считаете, и как мы говорим, да, потому что людей, которые загаживали мой дачный участок, я помню с давних времен, да, причем это дачный участок, дачные участки весьма и весьма образованного сообщества, да, причем медиков. и, тем не менее, моя мать много лет вместе со мной, вместе потом с моей дочерью ходила вдоль забора, собирая разнообразные предметы, чтобы лес возле дачных наших участков был более или менее чистый. И еще, мне кажется, что некие корни лежат в нашей истории. У нас нет чувства хозяина. Тут я согласна с теми слушателями, которые по этому поводу высказывались. Мы и по сей час не научились ощущать себя по целому ряду причин, в том числе и по тем причинам, которые вы обсуждаете регулярно на своем радио политических, экономических. Мы не научились ощущать себя, у нас нет оснований ощущать себя хозяином. Евгений, абсолютно, да, согласен. Новый кодекс относительно изымания земель. Я вот недавно услышала случайно об этом и поняла, что даже мою дачу могут отобрать в сущности, в любой момент даже не заплатив мне за это. Посмотрите на Сочи, посмотрите, что сейчас цикад будут строить, бетонку расширять. Если бы государству было нужно, чтобы мы по-другому относились к природе, к нашей природе, то даже тех реклам социальных, которые мы видим, да, весьма уважаемых там по поводу мусора в городе и так далее, и то было бы гораздо больше, и они все-таки свое дело, мне кажется, делают. Мне кажется, делают. Спасибо, спасибо, Евгений. Ну вот, учитывая то, что сказали наши слушатели последние звонки, что, собственно, делать? Какая у нас есть выход хотя бы минимальный из этой ситуации? Ведь у вас же сейчас вот этот ваш призыв заканчивается, да, в эти дни вот это все горит, точка ру. Да, да, да. Вам удалось там собрать требуемое количество подписей? Нам не удалось пока собрать 100 тысяч подписей, как вот сейчас такая магическая цифра. Сколько? Удалось собрать ну почти 97, но подписи продолжают приходить. Мы просто решили, что мы письмо передаем в администрацию президента с призывом все-таки ввести запрет на выжигание сухой травы. Давайте напомним сайт всегорит.ру, да. Там можно подписаться, и мы обязательно дошлем туда оставшиеся подписи. Вот. Что мы предлагаем? Мы собственно говоря предлагаем ввести жесткий запрет на выжигание сухой травы по крайней мере без применения минимально необходимых мер пожарной безопасности. То есть опашки и постоянного наблюдения там в тех случаях, где выжигание ну вот является совершенно такой вот безысходной вещью. Вот у муниципалов нет денег защитить свой поселок в принципе от огня. Но в целом мы считаем, что запрет должен быть сейчас тотальный. А кто будет его применять? Кто будет следить за применением? Вот это вот большой вопрос. Здесь ситуация следующая. По нашей оценке примерно половина выжиганий приходится на так называемые контролируемые выжигания, которые проводят всевозможные организации. Сельскохозяйственные, муниципальные, лесные. Ну вот именно по принципу лучше я отожгу от своего объекта, чем сосед пустит в его сторону когда ветер будет дуть на меня. Вот если хотя бы вот на эту часть поджигателей государство сможет повлиять, мы снимем рекламу выжигания сухой травы, потому что дети видят, если государственные люди поджигают, ну нам тоже надо. И вот формируется такое мнение, что это хорошо и нормально. Мы не решим проблему поджогов быстро, но если хотя бы сейчас начать, то в принципе есть шанс прийти к чему-то разумному. Посмотрите, есть примеры. В Финляндии один из самых горящих регионов Российской империи был сто там с лишним лет назад. Сейчас там нет практически пожаров, то есть полностью, я понимаю, что там прошло очень много времени. Там собственность еще ведь, то, что говорят наши слушатели. А там и была собственность, понимаете? Там весь лес частный. Так ведь была собственность, и все горело. И все равно горело. Проблема не только в собственности, то есть одна только собственность не решает проблему. У нас, к сожалению, есть много стран, где есть в собственности есть проблема травяных палов, то есть одной собственности проблема не решается. Это важный фактор, но не единственный. А заинтересована ли милиция, полиция, экологическая полиция во всей этой. Им есть интерес этим заниматься? Ну, особого нет, но, вы знаете, вот посмотрим. В Москве запрет на выжигание сухой травы введен впервые в феврале 2013 года. Куда мне звонить? Вот у меня, скажем, под окном горит парк. Куда мне обращаться в первую очередь? В первую очередь все равно 112. 112 в МЧС. По оперативным телефонам. Да, пожарные, да. Которые уже перенаправят тем службам, которые отвечают за данную конкретную территорию в случае природного парка в том числе в администрацию парка в случае территории лесного фонда в Подмосковье, в соответствующую лесопожарную организацию подмосковную. Но первоначально звонок должен быть. И вот здесь как раз из тех просьб, советов, которые могут быть для слушателей, это не оставаться здесь равнодушными. Если, ну, как минимум не поджигать самим, это уже важно. Здесь надо просто не сделать. Это не так много, это не сложно. Все поджоги, все пожары, они у нас рукотворные. Если видите горящее поле, горящее обочину, не поленитесь позвонить, не надейтесь, что это сделал кто-то другой. Это может, действительно может помочь. Самим, самим, как тушить? Самое эффективное что? Каких-то веток наломать? И бить этими ветками по краю? Ну, только в том случае, если полностью уверены, что это будет достаточно безопасно и достаточно надежно получится, потому что, ну, абсолютно безопасных пожаров не бывает. И даже горящая трава, к сожалению, нередко становится причиной гибели, в том числе гибели профессиональных пожарных. То есть это не всегда такое безобидное явление, как может показаться на первый взгляд. Ну, столько людей много тушат, я вижу. Если есть возможность туда захлёстыванием ветками, тряпками, там, молодым лиственным деревом, захлёстывать, сметать на выгоревшую площадь, но в любом случае позвонить оперативным службам, могут отказываться, могут говорить, что если нет угрозы населённым пунктам, то не поедем. Но здесь убеждайте, добивайтесь того, чтобы потушили, пока ещё нет угрозы, собственно, населённым пунктам, пока они не сгорели. Хотя надо понимать, что сколько бы ни было пожарных формирований, как бы ни был регион готов к сезону, скажем, Московская область всё-таки отличается от всей страны тем, что и техники, и людей здесь больше. Но при таком количестве поджогов, как сейчас, всего просто не успевают тушить, и здесь, конечно, люди могут включаться. Ну и добровольцы нужны, но последнее, что мы можем сказать, ведь добровольцы, у вас тоже проблема сейчас с законом о волонтёрстве, да? Есть, есть сложности, к сожалению, после 10-го года, по всей видимости, настолько власть была напугана самоорганизацией добровольцев, что уже специальный закон был принят, который фактически обрубил все возможности быть добровольными пожарными. Сейчас пытаются ужать и остальное добровольчество, но пока ещё есть возможность работать. Ну что же, я благодарю наших гостей сегодняшних. Это Григорий Куксин, руководитель противопожарной программы «Гринпис», Алексей Ярошенко, руководитель лесной программы «Гринпис». Ну а нашим слушателям скажу, что, вы знаете, вот будут майские, будет 1 мая, будет Пасха, будет Победа. Давайте эти праздники встретим без огня, без пожара. Это программа «Археология». Я Сергей Медведев. Доброй ночи. Продолжение следует...